Добрый день, уважаемые пациенты. Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич. Я врач венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим о третичном сифилисе. Третичный сифилис – это вообще больше реакция иммунитета на поздние формы существования бледной трепанемы возбудителя сифилиса в организме, когда буквально единичные бледные трепанемы привлекают очень мощный иммунный ответ. В таком случае в организме формируются так называемые бугорки и гумы. Третичный сифилис наиболее часто поражает кожу, слизистые оболочки, суставы и внутренние органы. В отличие от других форм первичной и вторичной стадии сифилиса, третичный сифилис образует необратимые изменения, заканчивающиеся, как правило, рубцами. Выделяют бугорковые сифилиды и гумозные. Это две формы, наиболее часто встречающиеся при третичном сифилисе. Бугорковый сифилид, как правило, достаточно часто формируется на коже. Это бугорок, бугорок до вишневой косточки. Как правило, чаще такие бугорки расположены в глубине кожи, часто путаются, допустим, с какими-то фибромами, опухолями внутри кожи, атеромами. На ощупь это плотного цвета образования, как правило, темно-красного цвета. Постепенно существует бугорок изъязвляется. Бугорок заканчивается образованием рубца. Часто может быть исход, как рубцовая атрофия без вскрытия бугорка, то есть, без выделения какого-то гноя. Вторая наиболее частая форма третичного сифилиса – это гумозный сифилид или гумма. Названо это по содержанию гуммы. Содержание похоже на гумиарабик. Это такое вещество очень плотное, липкое, клейкое. Формируются они на коже также, на слизистых оболочках, во внутренних органах, костях, мышцах, то есть, практически везде. Гуммы бывают различной величины, до грецкого ореха и больше. Вначале они подвижны, затем постепенно спаиваются с окружающими тканями, если их прощупывать. И по мере роста постепенно восстановятся неподвижными. Постепенно в центре образования наступает размягчение, размягчение через гной. Кожа над ее поверхностью истончается, если это рядом с кожей расположено, и гумма вскрывается. Из образовавшегося отверстия выделяется небольшое количество вот этого самого плотного клейкого вещества липкого, из-за чего гумма и называется гумой. В результате гуммы постепенно образуется язва. При образовании язвы вот эта как раз масса гумиарабика видна, так называемый гумозный стержень. После заживления гуммы всегда остается рубец. Он более мощный по центру и такой слабенький, тоненький по периферии. Гуммы могут существовать очень длительное время, могут существовать годами. В частности, если гумма находится на твердом небе у человека, это может привести к образованию отверстий в твердом небе. Это может привести при существовании в области носа к западению носа. Если имеется любое подозрение бугарки или похожее на гумообразование, необходимо делать обязательно комплексный анализ на сифилис у венеролога. При любом подозрении на третичный сифилис обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД к опытным венерологам. У нас имеется самый широкий в Москве спектр обследований на сифилис. При необходимости, при осмотре, врачи-венерологи нашей клиники уже назначить тот комплекс, который необходим конкретно для установления точного диагноза в вашем случае. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.